Всем привет, на связи Семен. Сразу хочу попросить прощения, что долго не выкладывал видео на своем канале для своих подписчиков, потому что был сильно занят и времени очень было мало. В основном только общался со своими учениками и занимался своим аккаунтом на Амазоне, общался с поставщиками, запускал свои продукты. Коротко о себе, уже более трех лет занимаюсь на площадке Амазон торговлей, закупая товары как и в Китае, так и в США. Начинал свое время с запуском продукта под своим брендом, потом плавно перетекло это все в дропшиппинг и на данный момент все уже перешло на свои склады ФБА, то есть по опту работаю. Ну, онлайн арбитраж также и по опту там, с Китая заказываю, закупаю, отправляю. И решил подготовить для вас полезное видео насчет Амазона. Для новичков это будет очень полезно. Полностью расскажу, что это за площадка и как на ней работать. Как он устроен, в чем отличие от Ебэй, в чем преимущество. Ну, то есть я для вас сейчас подготовил такое видео. Так, что такое Амазон? Ну, для тех, кто не в курсе и вообще не понимает, что это более трех миллионов отправок сайта Амазона осуществляется ежедневно. Ну, вот, пожалуйста, вся статистика. Более 244 миллионов аккаунтов, зарегистрированных на Амазоне. Более 5 миллиардов продуктов продается на сайте Амазон ежедневно. Более 20 миллионов покупателей ежедневно. Около 40 покупателей, зарегистрированных на Амазоне. Давайте покажу на примере. То есть вот площадка Амазон. На ней могут продавать, может продавать как сам Амазон компания, так и физические лица, также и предприниматели, также и компании. Могут сделать свой аккаунт и продавать продукты. То есть у Амазона есть свой каталог продуктов. Давайте покажем на каком-нибудь примере. Вот, допустим, микроволновка Тошиба, да? Вот сейчас вы это видите, листник, описание товара. То есть фотографии продукта, отзывы о продукте, его рейтинг. Кнопка купить. Вот здесь внизу показано именно количество покупателей, продавцов. То есть можно сейчас туда зайти и посмотреть, кто его продает. Вот здесь мы видим, что продает сам Амазон. Да, то, что это использованный товар. Вот здесь уже новый товар. Тоже продает Амазон. Вот здесь уже продает, посмотрите, уже пользователь. То есть либо компания, либо физическое лицо. Товар находится на Fulfillment by Amazon. То есть отправка осуществляется, логистика Амазона. Кто не знает, у Амазона есть своя логистика, свои склады, где хранится продукт. И то есть, если человек зашел, купил, допустим, положил в корзину этот продукт, купил его через Fulfillment by Amazon, эту программу, доставка будет осуществляться от двух дней. Ну, прайм-подписка. У покупателя Амазона есть своя прайм-подписка. В чем отличие от eBay? То есть, давайте пример. Вот это Toshiba. Да, микроволновка это. И вот такая же микроволновка на eBay. На eBay, когда вы создаете аккаунт продавца, вы создаете свой листинг. Ну, листинг, то есть описание продукта. Вот, смотрите, одна и та же микроволновка, и их много. То есть, вот в этом именно, в карточке товара продает только один продавец. Давайте покажу про пример. Да, вот продавец, смотрите, видите, он один здесь. То есть, если человек зашел, нажал кнопочку купить, купили именно у него. У Амазона же все по-другому устроено. У него есть своя кнопка Buy Box, которая распределяется между вот этими продавцами. И также в этой кнопке вы конкурируете и с самим Амазоном, и с этим продавцом, с этим и с этим. Там много факторов, где находится, на каком складе именно по доставке. То есть, если покупатель находится там где-нибудь в одном штате. И также у вас в этом штате на прайме лежит продукт ваш. То есть, больше вероятно, что купят именно у вас. Ну, Амазон даст выдачу. Вот здесь вот, когда он наживет кнопочку Buy Box, купить этот продукт. Сейчас покажу. Вот сейчас тут продает, да? Амазон. А если покупатель будет с вашего штата, будет уже, ну, ваш магазин. Ну, не всегда, конечно, не прям такая статистика. Там он определенно распределяется. Все зависит от продолжительности времени жизни аккаунта вашего. Какие вообще были на нем продажи и количество отзывов. Вот это здоровье аккаунта, если кто не знает. Чем лучше здоровье аккаунта и больше отзывов, и сам аккаунт давно продает, тем больше вероятность, что у вас будет кнопка Buy Box. То есть, покупатели будут чаще покупать у вас. Есть такие, конечно, хитрые покупатели, которые уже заходят и сразу смотрят самую низкую цену, и у него покупают. Но в основном, в этом никто не заморачивайся, ложат кнопку, ну, то есть, покупает товар и ложат в корзину. В чем преимущество, да, Амазона? То есть, у Амазона очень хорошая программа лояльности. И вот, кто, допустим, покупает на eBay, делает возврат. И сам по себе eBay более лояльно относится к продавцам. Ну, то есть, там он сделал возврат, там, да, там, 20% он у себя удержал гарантия продавца. У Амазона же 100% он возвращает. За счет бонусов тоже вот в чем преимущество. Во-первых, большой трафик. Амазон сам по себе занимается тоже привлечением клиентов, всякие бонусы, скидки программы, акции. И очень большое количество аккаунтов, покупателей именно. Так, что такое вилка, да? Кто не понимает, вилка, то есть, вы нашли продукт на Амазоне, нашли такой же продукт, я не знаю, где-нибудь на eBay, да, вот для примера. На eBay он стоит 5.26, на Амазоне стоит 9.76. Ну, я сразу скажу, что вот эта сумма, то есть, если вы завезете товар на Prime, вы можете спокойно еще доллара 2, 2,5 накидывать. И за счет Prime у вас будет кнопочка Buy Box. Вот давайте посмотрим, да, здесь на примере. Вот, смотрите, здесь нет сейчас продавца Prime. Давайте посмотрим вначале на этот продукт, я вам покажу еще раз, как выглядит продавец Prime. Вот, смотрите, видите, написано Fulfillment by Amazon. Здесь же на листинге нету Fulfillment by Amazon, написано Ship from United States. Но отправляется не с их складов. То есть, грубо говоря, сейчас вы можете даже для примера купить, там, 2 штуки вот этих, вот этого товара, ну, 3 штуки, да, купить их через PrepCenter. И PrepCenter отправить на этот листинг. Ну, то есть, вы в своем аккаунте Амазона создадите отправку, прикрепитесь к этому листингу и создадите отправку. И у людей, у которых есть Prime подписка, которые привыкли к быстрой доставке, привыкли к своим скидкам, уже зайдут, и вот здесь вот в кнопочке Add to Cart будет ваш магазин. Вот он, смотрите. Даже, даже, если у вас мало отзывов, то есть, вот вы только начали продавать на Амазоне, у вас уже есть шанс, первый шанс, вот у вас уже сразу, считай, пойдут продажи. Небольшие, конечно, но уже 1-2 штучки в день, уже для начинающих Амазончиков хороший результат с одного листинга. Что такое FBA продукт? Ну, FBA продукт, я вам только что объяснил, еще раз объясню. Вот здесь сейчас это продают FBM продукты. Они не находятся на складе Амазона. А FBA продукты уже, они вот сюда поступают на склад. То есть, они уже, когда поступили сюда на склад, все, Амазон увидел, зарезервил его продукт, доставил в инвентарь ваш, в аккаунт. Все, вот здесь вы появились, уже появилась у вас кнопочка Prime. Ой, вот такая вот, Fulfill by Amazon, вот она, Prime. Все, вы уже продаетесь как от Амазона, то есть, с его складов. Это такая прям существенное преимущество. И еще раз говорю, то, что можно спокойно еще накидывать 2.99 даже, вот так вот. Смотри, что за аккаунт. Если вы давно продаете, я уже и 5 долларов накидываю. Так, Buy Box, кнопочка Buy Box. Ну, кнопочка Buy Box, вот, распределение между продавцами. Вот здесь 10 продавцов. Сейчас в кнопочке Buy Box находится Found и Toys, продавец. Давайте зайдем и посмотрим, где он находится. Вот он стоит сейчас, тут самый первый. Потому что у него меньше цена. И у него количество отзывов. Вот, 1262. Это очень большое количество отзывов. 96% тоже, в принципе, здоровье аккаунта хорошее. Но, еще раз говорю, вы и на начальном аккаунте, за счет того, что вы завезете на Prime сюда, у вас будут продажи. Ну, вот, если, конечно, уже он завезет на Prime, вот тогда уже, да, вам уже из-за этого для теста товара закупайте небольшое количество, чтобы вы на одном товаре не встряли. Да, и не сказали, что все это херня, дурацкий Амазон, я пошел работать в Макдональдс. Так, отзывы на товар. Отзывы на товар. Вот сам товар. Вот его отзывы, количество 11. Вот количество отзывов. Да, 3,5 звезд. То есть, покупатель ставит звезды от 1 до 5. Если понравился продукт, ну, он поставил звезду и написал, там, мне понравился продукт, да, мне не понравился, там. Захотел фотки ставил, захотел видео. Видео отзывы, кстати, очень клево помогают в продажах. Просто безумно. Так, отзывы на магазин. Отзывы на магазин. Вот магазины, да, 10 продают магазинов. Вот, заходим в них. Вот ихние отзывы. То есть, покупатель как оставляет отзыв и на продукт он может оставить, так и на магазин. В основном, если вы не продаете под своей торговой маркой, а вот так вот конкурируете между продавцами, вам самое главное вот эти отзывы магазинные, которые вот именно на магазине. Давайте зайдем сейчас в сам магазин какой-нибудь. Вот он, смотрите, видите. Как они получаются, эти отзывы? То есть, после продажи товара, вы подключаете автореспондер, и он этому покупателю отправляет такое письмо, типа, там, здравствуйте, как ваши дела, там, можете ли мне помочь, там, рассказать про... Ну, помогите мне с отзывом, там, не знаю, там, есть шаблоны определенные. Каждый сам подбирает, там, какую-нибудь прикольную фотку. Фотки можно, в зависимости от праздника, тоже ставить прикольные, там, если, там, да, там, 14 февраля сейчас будет, да, что-то там можно придумать. Так, рои. Ну, рои, я думаю, если кто-то связан с торговлей, будут понимать, что такое рои, и кто не понимает, что такое рои, давайте покажу. То есть, процент возврат инвестиций, да. Сколько вы потратили, сколько заработали. Я тут сейчас примерно вам сразу так посчитаю, так, наугад. 5,26 стоит продукт. Здесь он продается 9,76. Если вы будете продавать как FBM-продавец, Amazon у вас заберет комиссию 15%, ну, то есть 0,85 где-то можно вот так вот. 9,76 умножить на 0,85. 8,29, да, вот, минус 5,26. 5,26. Итого получилось 3 доллара. Ну, это я грубо считаю сейчас там, а то начнется. То есть, вы потратили 5 на продукт, заработали сверху 3,26. Как посчитать трое? То есть, процент. Какое соотношение? Можно, конечно, все это высчитывать, но я в основном ориентируюсь, делю напополам, да. Вот, допустим, 5 вы поделили напополам. Это вот 2,5, 2,6, да, выходит. Это уже 50% вы зарабатываете. Здесь вы зарабатываете больше. То есть, больше 50% это уже хорошая вилка, шикарная просто. Я не знаю, кто там... Есть такие вилки, да, так, с Китая я сам на такие находил. По 200% прибыли. Но на начальном этапе много людей вообще работают, не парятся. На 15% сидят, делают большие магазины, как бы за счет товарооборота зарабатывают. Ну, мой совет на начальном этапе хотя бы 50%, чтобы у вас было. Так, давайте расскажем про БСР, да, чтобы вы понимали, что такое БСР. БСР это бестселленд ранг именно на самом Амазоне. Значит, смотрите, вот продукт, да, вот продукт, вот его ранг, вот его категория. То есть, этот продукт в этой категории занимает вот такой вот ранг. Чем меньше ранг, тем больше у него количество продаж. То есть, если здесь у него там будет 10 или 100, вот сейчас у него 120 тысяч. 122 тысячи. Если у него будет 1000 тут, или там 200, допустим, 300, то это очень хороший показатель. Именно по количеству продаж. Давайте покажу вам. Вот, допустим, категория. Да, количество продуктов в этой категории. И процентное соотношение. Вот, по рангу. Да, топ-1, то есть продукты, которые продаются хорошо. Топ-3 тоже, топ-5. Пойдет. Как вообще осуществляется сама торговля? Ну, по которой я в стратегии работаю и хочу, чтобы как бы и новички тоже думали, как бы как более безопасно работать. Лучше всего работать, конечно, через преп-центры, которые помогают вам посмотреть сам продукт и сделать отправку. Также выкупить с разного рода оптовиков, ликвидации. Вот этот SwiftAccess даже, я ему давал как-то номер оптовика, он мне звонил, спрашивал цену, условия работы. Ну, то есть очень хороший... Боб его зовут, да. Он мне прям очень хорошо помогал. Давайте сейчас проясню еще вам насчет брендов. Много, я уверен, людей думают, блин, а какие же бренды продавать и как их продавать. В основном все известные бренды, все известные бренды, вот если вы работаете, ну, как хотите работать, предлагают свои условия. Я вот хочу для примера, да, там, допустим, вот IT-компания, она продает, там, допустим, Lenovo, да, если вы продаете бренд Lenovo, у вас должно быть соглашение с самим брендом. Если продавать именно на Амазоне товары, то в основном надо смотреть, чтобы их продавал Аптовик, другие интернет-магазины, и желательно зайти прям на сайт самого бренда и посмотреть. Некоторые бренды, прям на них написано, то, что нельзя продавать на Амазоне, там, нужно разрешение, там. Даже на самом Амазоне, когда вы будете добавлять этот продукт, допустим, к примеру, вот как вы его будете добавлять, вы будете копировать Асин, да, и будете нажимать там Add Products, и у вас прям на самом Амазоне, если это известный бренд, и он прям сам Амазон попросит у вас подтверждение, да, там, счет фактуру, количество единиц, где и когда было куплено. И если стоит на бренде Gate, вы прям сами видите, так же вторая будет сноска, там, разрешение от самого бренда на его продажу. В основном, в электронику, в такую тяжелую технику, лучше, конечно, не надо лезть, что-нибудь такое простое продавать. Если работать по Китаю, ну, по Китаю, там, самое, где можно именно начать, чтобы не заморачиваться, ну, как сильно, где хоть какие-то, чтобы у вас продажи были, чтобы сильно конкуренция не сталкивается, всякие примочки для кухни, прикольно. То есть, можно не заморачиваться, там, 6, да, сделать, 7 отзывов, более-менее так, пофоткай товар. И за счет того, что спрос на этот товар большой, а именно продавцов мало, вы даже с таким средненьким листингом будете продаваться очень даже хорошо. Также вам понадобится много расширения, ну, как много. Есть, конечно, основные, ну, в основном это Jungle Scout, FBA Toolkit, ну, FBA калькулятор, чтобы посмотреть именно, да, там, сколько забирает комиссию сам Amazon. Вот он находится. Есть как из, от самого Amazon калькулятора, есть также Amazon FBA калькулятор, вот такое расширение. Все, всем спасибо. Смотрите, список самих расширений я оставлю вам в описании. Все, спасибо большое, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok